Всем привет! Сегодня мы посмотрим Хороший Доктор. А перед тем, как мы увидим Будни Доктора, хочу сказать спасибо большое Алине и Анониму. Вы лучшие. Окей, фильм начинается. Мартин. Пара часов на сон, пациенты, которые говорят на другом языке. Доктору Блейку не привыкать, ведь он хороший доктор. Хороший доктор, который отдал всю свою жизнь работе, и поэтому с личной жизнью у него не задалось. Пойдешь на вечеринку для стажеров? Там будет дочь Карсена. Кто такой Карсон? Кардиолог, лучший в стране. Как вы понимаете, друзья, эткие свахи хотят свести его с кем-нибудь. Ну а вернемся к пациенту Доктора Блейка. Он выписывает ему препарат, на который у него, кстати, нет аллергии. Также Блейк претендует на Грант, но ему еще нужно немного выслужиться. И вот к нему попадает новая пациентка. Это, если что, старшеклассница. У девушки нетяжелое заболевание, которое, в принципе, легко вылечить, но вы только посмотрите, как она смотрит на Доктора. Да, и ее сестра тоже глаз на него положила, но это все не важно. Доктор возвращается к себе домой. И тут мы погружаемся в его личную обитель. Дома его никто не ждет, никаких домашних животных, уж тем более, никакого близкого ему человека. Максимум, кто о нем заботится, это мать, которая отправляет ему письмо и говорит, что они скучают по нему. Он отвечает ей сухим письмом о том, что он весь в работе и отправляется на тусовочку, где случайно и знакомится с той самой дочкой Арсена. Затем подходит его друг, но потом мы видим, как он возвращается домой один, а значит, разговор у них с дочкой не заладился. Просто хочу, чтобы вы поняли, жизнь Блейка пропитана одиночеством. Но его монотонные дни разбавляет пациентка, которая с ним разговаривает, старается узнать побольше о своей болезни, записывает что-то в свой дневничок. Это довольно мило. Вообще, общий язык они быстро нашли, но их прерывают родственники, которые пришли, а потом еще пришел ее парень. Доктор Блейк решает их не отвлекать, и я тоже решаю не отвлекать вас в дальнейшем от просмотра, поэтому спонсор этого ролика. Надоело копить деньги на Apple AirPods, пока ты откладываешь половину зарплаты на яблоки, другие уже купили беспроводные наушники CGPods от тюменского бренда Case Guru. Ребята создали уникальный продукт, и главная фишка наушников – это влагозащита. Принимать душ, плавать, заниматься спортом в любую погоду можно под свои любимые треки. Это невероятная альтернатива для тех, кто не может без наушников, а все потому, что без розетки они могут работать до 20 часов. Брутальные беспроводные наушники CGPods 5.0 в неубиваемом кейсе из авиационного алюминия выдерживает до 220 килограмм. Повредить их просто невозможно. А компактные... А компактный CGPods Lite в изящном миниатюрном кейсе антистресс покорил многих девушек по всему миру. CGPods точно удержится в ушах даже во время самой активной тренировки. Целых 11 команд управления прямо с наушников. Цена прямая, без наценок сетевых гигантов. Всего за 5490 рублей. Один год гарантии, не ремонт, а замена. Переходи по ссылке в описании, введи промокод VALAR500 и получи дополнительную скидку в 200 рублей. Спасибо за просмотр. Так вот, к доктору Блейку подбегает медсестра и говорит, что... С его пациентом что-то не так. Аллергическая реакция. И значит именно доктор Блейк в этом виноват. Однако, вы же помните, что у пациента не было аллергии? Вот сейчас она оказывается появилась в его карточке. Короче, медсестра гонит на Блейка. Да и вообще она оказывается какой-то душная, хочет обо всем доложить. И ничем нормальным это не разрешается. Блейк идет в столовку. Общается немного со своим маломальским другом в этой компании. И потом мы видим, как он возвращается домой. И не знаю, как вам, но мне кажется, что каждый кадр пропитан одиночеством. Вы посмотрите. Он все делает один. Бакал один. Вино, бутылка дна. Затем работа доктора Блейка. И он зашел немного не в тот момент. Какой же ты урод. Пошел к черту. Так, получилось, что он зашел в момент расставания Дианы со своим парнем. Ну да, тот, который приходил недавно. Дал ей пару советов. Если любишь, отпусти. И сам получил пару советов по поводу той назойливой медсестры. Ну, чернокожей. Вас в институте не учили, как избавляться от таких людей? Подмешать им чего-нибудь. И вдруг... Бэм! Интересный совет, но, конечно же, все шутка. Снова доктор приходит к своей пациентке. Снова расспрашивает ее. Они еще больше сплежаются. Правда, на следующий день... Она уже выписывается. О чем не знал доктор Блейк? Единственный, кого он смог застать в ее палате, это ее родственников. Которые поблагодарили его за хорошее лечение. За то, что дочь быстро выздоровела. И спасибо. Можете, кстати, прийти к нам на ужин. Мне неудобно говорить, но вы так понравились моей дочери. Вы так о ней заботились. Я хочу пригласить вас на обед в пятницу. И вот уже по заветам таксиста, тренируя свою речь перед зеркалом... Ты со мной говоришь? Блейк с бутылочкой хорошего вина отправляется к родственникам Дианы. Что самое печальное, Дианы дома нет. Она разговаривает со своим парнем. Зато ее сестра очень хорошо нарядилась. Блейку приходится провести компанию в очень, в очень некомфортном месте. Зато вот мой фаворит в этом фильме. А что, прикольно покопаться в кишках, да? У вас хороший дом? Неплохой. На побережье. Вот здорово. Вам так повезло? Хотела бы я жить на побережье и столько знать о человеческом теле. Ты и так много знаешь. Донни, свинья! Не будь идиотом! Вэллори! Блин, Нортуть просто мега классный чувак. А вообще, объективно, к нему очень сильно клеится сестра Дианы. И казалось бы, ну вот он, отличный вариант. Да, возможно, к этому замку подошло около тысячи ключей, но почему бы и нет? Блейк отпрашивается в туалет. Случайно заходит не в ту комнату. Затем находит ванну и находит те таблетки, которые прописал Диане. Выйдя из туалета, он не спешит возвращаться к семье, а заглядывает в комнату Дианы. Там везде разброшены трусики и нижнее белье. Ну и также фотография Дианы. Что делает Блейк? Он забирает фотографию Дианы и отправляется домой, списавшись на то, что ему срочно нужно в больницу. Да, тяжко людям приходилось без контакта, аж пришлось воровать фотографию. В общем, он вставляет ее в рамку и каждую ночь просто на нее смотрит. Без всякой пошлой мысли. Разговоры, диалоги и бесконечное одиночество. Вот что сопровождает доктора Блейка. Тут семья Дианы звонит и говорит, что они хотели подготовить подарок, но мистер Блейк так быстро ушел, что они не успели его ему вручить. Пожалуйста, вернитесь и заберите подарок. Снова придя домой к Диане, опять ее нигде нету, он отпрашивается в туалет. И специально подмешивает Диане вместо ее таблеток сахар, который ей противопоказан. Забирает подарок, а на следующий день Диана снова попадает в больницу. Конечно, доктор говорит, видимо, рецидив, не бойтесь, разберемся, все будет хорошо. А его второму пациенту становится только хуже. И опять медсестра начинает обвинять доктора Блейка. Снова аллергия, доктор? Дело в чем-то другом. Доктор Блейк пытается разобраться и считает, что его подставила медсестра. Причем конкретно. Вечером приходит к своей пациентке, снова мило общается и тут... Ему ударяет моча в голову. Он, понимая, что в принципе ее скоро выпишут, идет к хранению различных препаратов, берет... Очень важный препарат, который ей запрещен. И меняет в капельницы препараты. Причем чертовски боится, что она проснется. Потом Махом пытается уйти и скрыть следы своего преступления, но встречает медсестру, которая признается ему. Это я дала венкомедцину мистеру Санчезу. Я перепутала лекарства и запаниковала. Простите, что я так навредила пациенту. Да, по факту виновата она, а мы все думали на чернокожую медсестру. Блейк заметает все следы и говорит пациентке, что, ну да, вам придется еще немножко у нас побыть. Однажды, зайдя в подсобку, Блейк случайно палит пациентку и медбрата, которые еще и были под кайфом. Увези ее отсюда. Отличная работа, док. Ссылкин сын. И Блейк продолжает проворачивать свои темные делишки. Кстати, он чуть не спалился той самой медсестре. В общем, все настолько далеко заходит, что он даже меняет анализы Дианы на анализы какого-то мужика. На собрании никто не может понять, что же такое с пациенткой Дианы. Это действительно, наверное, сложный случай. А сам Блейк все старается и пытается сблизиться с Дианой. И, честно, я не понимаю, на что он рассчитывает. Если хочет с ней начать встречаться, хоть она и старшеклассница, то тогда нужно было бы более активные действия применять. А так, они немного поговорили, потом пришел парень Дианы, правда, мистер Блейк начал более агрессивно поступать. Во-первых, он запретил приходить к Диане, а во-вторых, даже лопнул шарик. Короче, да, мистер Блейк продолжает баламутить воду. И, как вы понимаете, Диане-то от этого лучше не становится. А она даже готова признаться, что нарушила одно правило, когда выписалась в тот раз. Мы с Ричем занимались сексом, когда я еще пила таблетки. Это могло сказаться? Именно так и было. Я ведь не умру, правда? Все реально настолько плохо, что ей приходится делать операцию на сердце. Конечно, доктор ее успокаивает, говорит, что да, все пройдет замечательно. Не волнуйтесь. И вам не кажется, что хоть немного пранк вышел из-под контроля? Операция ради того, чтобы просто увидеть еще раз пациентку? Ээээ... Ну, сомнительная фигня. Благо, действительно, операция проходит хорошо. И вот Диана под наркозом начинает спрашивать всякие личные вопросы у доктора. Он ей отвечает... Вы не женаты? И у вас нет девушки? Не только у тебя все сложно. Диану все куда-то клонит, а потом она вырубается. И доктор пользуется моментом. Да, это какая-то извращенная романтика, похожая на аниме. Кстати, если вдруг кто такие видел, пишите в комментариях. И в конце концов доктор Блейк вырубается. Топает к своей любимой пациентке. И, как оказывается, ее нет в палате. Блейк бежит на томографию и видит Диану и то, что у нее остановилось сердце. Ее пытаются привести чувство, спасти. Она открывает на секунду глаза. Бесполезно. Давай еще разряд. Разряд. Есть? Мы больше ничего не можем сделать. Запишите время. Ну, что могу сказать. Я реально охренел в этот момент. Она действительно умерла. И все по его вине. Абсолютно во всем его вина. Как бы он не старался прийти в себя, но дома на него смотрят ее глаза. И если мы посмотрим в его глаза, то мы можем понять все его состояние. Ну и что могу сказать. Орландо Блум классно сыграл роль. Во-первых, веришь, что он какой-то зашуганный инцел. А во-вторых, просто охреневание в его глазах все передает. Конечно, сразу после этого к нему приписывают психиатра. Но и по факту на этом жизнь не заканчивается. Во-первых, к Блейку приходят родители погибшей. Ты убил мою дочь. Ты ублюдок. Все врачи пытаются защитить Блейка, не зная, насколько на самом деле он виноват. Некоторые даже говорят. Говорят, ты не доктор, пока не потерял пациента. Вообще, такая себе поговорка. Но видно, что Блейк действительно расстроен. И скорее всего винит себя. Что правда. Однажды тот медбрат, если вы еще не забыли, который шпехал одну пациентку, зовет Блейка на разговор. В палате была одна девушка. Она умерла. А этот парень поднимает матрас и, к своему удивлению, находит под ним дневник. И в нем удивительные записи. Короче, этот медбрат так аккуратно, очень тонко, начинает шантажировать Блейка. Мол, покажет все начальству. Там, конечно, нет всех записей, что делал Блейк. Но все равно, мол, отношения между пациентом и врачом и так далее. Короче, медбрат хочет, чтобы Блейк поставлял ему наркотики. Медицинские, конечно. И теперь Блейк реально попал. Ему всеми правдами и неправдами приходится достать всего четыре таблетки. Необходимого вещества, но он столько для этого проделал. Он даже перекрашивал таблетки. В общем, он все отдает тому медбрату. Однако, тот говорит, что это только первая партия. И да, сразу после того, как он дал таблетки, чувак упоролся. И это всякая фигня происходила забавная. Блейк осознает, что он стал жертвой шантажа. И что он отсюда просто так не выберется. Решает провести какой-то химический эксперимент. Сыграть в Хайзенберга. И в конце концов дать цианид медбрату. Ну, чтобы убить его. То есть он готов уже поиметь на своем счету два убийства. Выглядит по-другому. Это ближе к морфину. И сильнее. Мне нужен дневник. Может быть скоро. Дневник чувак не собирается отдавать. И прямо в больницу решает закинуться этим цианидом. Медбрат еще и не отлипает от Блейка. Блейк понимает, что скоро этот чувак умрет. Затаскивает его в подсобку. Медбрат чувствует, что что-то не то. Он хочет сбежать, быстрее промыть рот, выпить воды. Но уже слишком поздно. Блейк старается запереть дверь и дать ему быстрее умереть. И в конце концов все выливается в это. Да, Блейк просто страшный человек. Он еще и своровал ключи от шкафчика. Пока умирал медбрат. Так что ему не составило труда забрать этот дневник. А после смерти медбрата пришел детектив. Конечно, все считают, что он просто был наркоманом. Ему кто-то подсунул цианид. Но все равно, если что, мистер Блейк, мы вам потом вопросы зададим. Все, ночь Блейк читает дневник Дианы. И наутро к нему кто-то стучится в дверь. Да, оказывается, это пришел детектив. Он начинает потихоньку расспрашивать Блейка. И Блейк что-то сыпется на каждом вопросе. Сначала Блейк зажат, а в конце концов наоборот. Начинает слишком много говорить. Ну а потом он замечает дневник, который обронил. Тихонько его хватает, в попыхах уходит в туалет. И пытается смыть его в унитаз. Но унитаз не смывает. Это все вываливается, вытекает. И уже детектив начинает долбиться в дверь. В общем, паника, паника. И Блейк решает просто вылезти в окно. Копы вокруг дома, а еще Блейк живет на побережье. И ничего не остается, как бежать только вперед. И пока он бежит, вот вам диалог между ним и Дианой. О том, кто как думал умереть. Да, это странно звучит. Я представлял, что бегу в океан и исчезаю. Как будто меня никогда и не было. А мир продолжает жить без меня. И я люблю океан. Да, под тяжестью того, что он совершил, он решил. Утопиться. Думал я, но нет. У него на это кишка тонка. Это все лишь в его воображении. Он возвращается домой. Подбирает все листы. Выбрасывает их. Убирается. И возвращается к детективу. Я спешу. И ведь по факту у детектива ничего нет на Блейка. Затем мы видим, как проходит некоторое время. И тот самый хороший доктор уже занимается другими пациентами. И только черт его знает, как он навредит им. Доктор. Да. Вот такой вот фильм получился. Одно желание доктора смогло погубить целую человеческую жизнь. Это очень печально. А еще я поймал себя на мысли, что будь у доктора тянка, этого ничего бы вообще не случилось. Но получилось как получилось. Вообще, кстати, смотреть этот фильм гораздо интереснее было, чем пересказывать. Там очень много медицинских терминов. И, ну, честно говоря, я немножко вымотался. Всем огромное спасибо за просмотр. Пишите в комментариях. Мразь ли это доктор? Или все-таки он просто хотел ее любить, а вот так вот получилось? Все комментарии я обязательно прочитаю. А также не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. И бахать в колокольчик, чтобы самыми первыми узнавать о новых видосиках. Всех обнял.